В Москве сегодня отдали последние почести Фазилию Искандеру. С писателем простились теплыми и добрыми словами, такими же, какими были его книги, понятные каждому и любимые всеми. Редактором первой книги Фазилия Искандера был Евгений Евтушенко. Узнав о смерти друга, с которым, как сам говорил, долго и крепко спорил, он тут же прилетел в Москву. По иронии судьбы, как раз из тех мест, про которые тот писал, где жил главный герой многих рассказов Фазилия Искандера – Сандро из Чигема. Есть преджизнь, и она, к ней мгновенно. Нас, Фазир, вместе помнил Кавказ. Все мы, люди, едино-генны, ибо общий Господь у нас. Эти только-только написанные стихи Евтушенко, один из писателей шестидесятников, читал, волнуюсь, как в молодости. На панихиде в Центральном доме литераторов сегодня вспоминали и сам издатовский альманах «Метрополь», выпущенный, точнее, отпечатанный на машинке полуподпольно. И то, как в 70-х рассказы Фазилия Искандера фактически тайно передавали друг другу, перепечатывая или размножая на ротопринте. Такого предшественника ксерокса молодое поколение наверняка даже и не знает. А вот Александр Филипенко вспоминал, о чем говорили, собираясь вместе в Переделкине, те самые шестидесятники, Белла Ахмадулина, Булата Куджава, уже в 90-е. Когда ненадолго, Фазилий Искандер даже ушел в политику, став депутатом. Ахмадулина Куджава, скоро все мои друзья выбьются в начальство. Это было далекие 90-е, а теперь зайду к Белле в кабинет, позвоню Фазилю. И, наверное, мне тогда станет легче жить. Не стало человеку, у которого можно было попросить совета. Ну что ж, в этом жизнь вот оно и есть. Вот так вот. Одно дело об этом читать и говорить, а другое дело пойти прощаться. Излишне говорить, что произведения Фазилия Искандера знают все читающие люди нашей страны. Повести, рассказы, детские книги, стихи. Фазиль Искандер – целая литературная эпоха. Первый сборник стихов вышел в далеком уже 1957-м. И каждый из пришедших сегодня вспоминал свое любимое произведение. Рекомендую всем чиновникам, я сегодня уже общественник, прочитать кролики и удавы. Не обязательно быть кроликом, чтобы стать удавом. И не надо быть удавом, чтобы кушать кроликов. Актуально, как никогда. Потрясающие вещи. Человек с удивительным чувством юмора, любви к своей родине, прошедший такую тяжелую жизнь и сохранивший чувство собственного достоинства. Родился Фазиль Искандер в Абхазии. Отец был иранцем. И хотя писал всю жизнь на русском, попрощаться с ним приехал даже посол Ирана. В свое время он учил русский по его книгам. Конечно, его очень хорошо знают в Иране, и особенно любители литературы. Его книги приведены на парсийском языке не все, конечно. И я надеюсь, что мы дальше будем приводить больше и больше его книг и произведений. Проститься со своим прославленным земляком приехала и большая абхазская делегация. Уже известно, что в Сухуме установят памятник выдающемуся писателю. Одна из улиц будет носить его имя. Сегодняшний день в Абхазии был объявлен днем траура. Это его история. Это история нашего народа, капленная в русскую литературу. Он вошел сюда и остался русским писателем, который действительно внес большую лепту не только в российскую, русскую литературу, но и в всю мировую литературу. В последнее время, когда ему было уже за 80, Фазиль Искандер отошел от прозы и снова, как и в начале своей карьеры, перешел к стихам. И здесь хочется процитировать короткое, но такое искандеровское стихотворение, которое называется «Старому другу». Мой старый друг, мы однолетки, как яблоки с единой ветки, давай умрем одновременно. И если повезет мгновенно, и если повезет нежданно, ты улыбнешься мне, не кисни. А я подумаю, как странно, улыбка – это утро жизни. Он так и ушел мгновенно, приехавшая скорая только констатировала смерть. Впрочем, как бы банально это ни звучало, улыбчивый Фазиль Искандер с Андро из Чигема останется с нами в своих романах, повестях, рассказах и стихах. После панихиды гроб с телом писателя выносили под аплодисменты. Похоронен Фазиль Искандер был на Новодевичьем кладбище в Москве. Антон Верницкий, Муниса Усманова, Татьяна Бакулина, Нина Эшба. Первый канал.